Вчера вечером мне позвонили, и такой вот короткий разговор Я, вот приезжая в Москву, везу ваш процессор и ноутбук В опорном пункте давайте в среднем сядем, все, десять Я говорю, ну ладно, я, кто? Кто у меня по телефону, по мобилю, кто-то, денег много уходит, я много не могу говорить Я говорю, ну что, деньги свои что ли там, козел и деньги? Не-не-не, я лично деньги плачу Ладно, я думаю, ну ладно, десять договорились Я, а он уже что-то, где-то десять лет звонить был Знаете, давайте приезжайте в Пировский суд, а суд будете брать Я говорю, ну подожди, как это, в Пировский суд? Вы что ли, меня из дома брали, а я не знаю, в Пировский суд я должен приехать Я не знаю, я вот сейчас уезжаю на машине обратно, мне некогда, мне этот, опять бросают Потом, я через какую-то, хочу с ним все же договориться, как это все, без толковища Я звоню, я говорю, не-не-не-не, я ничего, вот приезжайте, все, я не буду с вами разговаривать Я звоню Астера, астера, я говорю, ну вот такой-такой, так-так-так и делал Потом, значит, я уже ему звоню, я недоступил, станция Построва-Кровская Ну ладно, он пусть работает, я тоже, поехали куда? Вот И встретились с поездом восемь часов в центре зала Потом он звонит этому Анвару А те говорят, ну ладно, вот сейчас, потом перезвонят и говорят, вот давайте, выходите, мы тут, это самое Мугазин Мугазин, у фото, метро Ну ладно, пришли Подошли А эти двое А там Я не знал сначала, а потом оказался я, это тот, который у меня там этот протокол составлял Оказывается, это Ангар Галимов Ну ладно Потом Давай, говорит, поедем не здесь, а вот там, где-то в доме, в квартире Взяли, оттуда их дозит идет, взяли машину Они Сели в машину, поехали Ну где-то на окраине города, неизвестно, как эта улица называется, какой-то Там какая-то улица непонятная Ни номера Ни домов нету Ни названий улицы не видно Ничего не видно Ну пришли Зашли в подъезд Он говорит, ладно, стойте здесь Сейчас мы поднимемся, спустимся вам Это уже где-то, наверное, полдевятого было бы Он спускается, дает там, это, бумагу там подписать В полутемном подъезде В полутемном подъезде С плохим освещением Не видно, чего Я, конечно, был расстроен еще Я думал, надо открыться Почему такая фишка? Что он хочет? Почему он нас обманывает? В чем здесь, в чем здесь эта самая фишка? Что он хочет? Или что там? Заминированный привез мне этот самый Вот этот системный пол Хочет в сумму где-то в тяло подъезде И убежать Или в чем делать? Никак не пойму Ну ладно Где контакты вскроем? Ну Целлофан этот порвали Но ноутбук, оказывается, не придется почему-то А хотя, я говорил, что и ноутбук он всем везет В результате оказалось, что ноутбука нет Потом аскерокнига, которую у него забирали Мой процессор Потом мои два жесткого диска И восемь дискеток И там несколько штук было Вот это, листы Протокола Ватана И несколько у меня там листов было еще Черновиков статей Вот эти И еще Статья Милянка Хат Они забрали иногда Интересно Это ФСБ в этом побывал вот этот экземпляр Я сюда сегодня приезду Вот Вот этот экземпляр Милянка Хат Побывало в ФСБ в Челнах Там Четыре месяца Сколько Четыре Четыре ФСБ в Четыре Четыре Изучали Переводили Потом Провезли Ну вот Ну Уехали мы Да Ага Ну На такси дал 400 рублей Аскеру, но приехали поздно, я тут немножко дождик попал, этот самый мой процесс, в процессе тоже дождик шел, но правда небольшой, но все равно, ну вот. Аскер договорился, бедра стопил. Такое у нас было приключение, а потом вот я думаю, что же он там темнит, почему же он, который говорил, уезжает, он торопится, а потом он вечером назначает Аскеру свидание, потом приезжает, в полдесятого Николай собирается уезжать, почему так? Мне подумалось, вот я подписал, он говорит, подпиши его о том, чтобы получить учение, я подписал, написал там на экземпляре, что выдали мне в подворотне, забрали дома, а выбрали, вы выдали в подворотне полутемный, плохо освещенный подъезде. Вот, и расписался, число поставлено, забыл, только время надо поставить, время было где-то полдевятого, наверное, может чуть-чуть попросил. Вот. Потом думаю, а наутбук, как говорил, что привелся, а в результате наутбук не спустил, наутбук и нет. Ну сейчас запишут они, что не наутбук. А потом он заставил Аскер тоже расписаться. Потом я думаю, может быть Аскер там расписался и забыл наутбук, что он получил. Я не мог это читать, я даже не читал, а не знаю с кем читал или нет. Если читал, то значит за двадцать тысяч долларов он опал четыреста рублей за мэр. За это, чтобы выкупали. Да. Хитрый. Но, если так, мы будем жаловаться про хорону. Если он вор, то значит, ну что же он вор, то явный вор не был заработать нахрен такой. Тут и скрытых воров-то, по-моему, то то, что явный такой мелочный вор, если вот наутбук украли вот это самое, то что это вообще. Вот, ну в чем была фишка, почему он так поступил, не знаю. Или же его втык дали за то, что вот они там приходили у нас без абсолютно против закона, произвели обыски на сами изъятия вот этих компьютеров. Вот, ну я же писал в генеральную прокуратуру. Потом веером отостал московскую прокуратуру, южного округа прокуратура и Чернамск районную прокуратуру написал. Они все автоматы, все и туда, селны. Наверное, в Татарстан, Татарстанская республиканская прокуратура, Республиканская прокуратура, селнеевская прокуратура и туда. Ну то есть вот эта сантрезвон-то пошла, но приходит такой самая. К татарстанской прокуратуры, да что же это такое? Второе письмо, да что же это третье, вот это самое. И я думаю, что, наверное, в них немножко попал, и из-за этого он, может быть, отомстил мне, вызвал, задержал. Ну, мелкие люди по мелочи встят, ладно, что же с ними, что же сделать. Продолжение следует...